Ну, думаю, это пойдёт. Теперь осталось придумывать, как я буду актёрствовать и в чём я пойду. Потому что в этом спускаться Габринильфу в гильдию воров сомнительная идея очень сильная. Проблема в том, что у меня такого лёгкого-то здесь, наверное, ничего и нет. Это должно выглядеть, как будто я особо ничего из себя не представляю. Нужно выбрать какое-то оружие. У меня здесь либо магическое, либо тяжёлое. Это, конечно, печально. Ну ладно, если с одеждой ещё можно будет разобраться, там, я думаю, некоторые сеты-то подойдут, может быть. Ну, что я возьму из оружия, потому что меч свой явно пока взять не получится. Здесь сплошные посохи. Это точно нет. Может, кинжал? Мне, правда, я не хочу кинжал, мне с мечами всё равно проще как-то. Катана есть. Что у меня в хранилище есть? О! Только не двуручный. Вот, мне кажется, можно взять эбонитовый. Причём он, получается, ещё броню поглощает у цели. У него зачарование интересное стоит. Я, наверное, возьму его. Выглядит он, конечно, интересно. Но почему бы и нет? Да? Ну, кстати, можно посмотреть кинжалы. Сейчас надо по артефактам ещё пройтись. Посмотреть, что подойдёт. Но я не знаю, в этом... Да, этот сет, наверное, пока что придётся его сложить. Типа, я, конечно, оставлю себе какие-то элементарные магические штуки, чтобы на всякий случай иметь возможность ими воспользоваться в критической ситуации. Но... Если я хочу всё-таки, во-первых, проверить себя, во-вторых, чему-то научиться, в-третьих, всё-таки, посмотреть, что интересного может предложить Рифтон, придётся на время от этого отказаться, поэтому, да, я, наверное, пока просто всё это дело уберу. Не, меч, конечно. Абонитовые сеты. Классные. Мы бы не лёгкие ещё. Так, это мне не надо. Это мне не надо. Типа, ну, как бы доступ к заклинаниям у меня всё равно есть. Маску я убирать не собираюсь. Свою броню пока что, пожалуй, уберу, наверное, сюда. Так, что у меня из украшений? Серьги на магию я, наверное, оставлю. Диадему тоже снимать не буду, хоть это, может, будет выглядеть немножко странно, но со стороны это просто украшение. Что ещё у меня? Ожерелье моры. Будет выглядеть странно. Я, тем более, призывом не хочу там пользоваться. Иначе это будет выглядеть немного подозрительно. Да, маски оставлю с собой. Кольцо жадности огня. Надо посмотреть, где у меня секретарь с зачарованными украшениями, потому что очень может быть такая ситуация, что есть у меня что-то очень полезное именно для того, что я там собираюсь сделать. Магия, стамина. Ну, кстати, стамина. Лёгкая броня. Эффективность лёгкой брони. Правда, на 12 единиц всего, что вообще несущественно. Блокирование, сопротивление огню, зелье, сопротивление огню, зелье. У меня так, у меня, конечно, всё на магию. Стамина регенерируется быстрее на 30%. Так, возможно. Двуручные атаки за разрушение, разрушение. Кстати... Я же лук ещё хотел взять. Ну, или что-то, я не знаю. Ну, с луками больше я имел дело, чем с рулетами, поэтому, скорее всего... Слушай... Карманные кражи. Ну, карманными кражами я не собираюсь заниматься, если честно. Сейчас, у меня есть уже два варианта, но мне кажется, что вот... Зачарование стрел в процессе использования... Очень даже неплохо звучит. Крит-удар. Но такое. Так, душа дракона. Кольцо древнего дракона всё ещё не разобрался. Зачем? Оружие ближнего боя наносит больше урона. Эффекты криков. Закляние разрушения. Слушай, да. А, или вообще луки наносят больше урона. Мне, правда, луки не наносят никакого урона, потому что я ни хрена стрелять с них не умею. Но ничего, научимся. Я, наверное, реально возьму кольцо Этерия. Кольцо жадности огня всё равно оставлю. Оно много места не занимает. Господи. Вот. И теперь... Так, меч. Тоже пока, наверное, куда-нибудь... Да я всё пока уберу. Оно будет под рукой. На всякий случай. Потому что я не знаю, с чем придётся столкнуться. В принципе, у них там, наверное... Нет таких критических событий. Как иногда происходит у меня. Но кто знает. Так, абонитовый меч я оставлю. Даже добавлю сюда. Стрелы, между прочим. Тут они у меня есть. Они мне понадобятся. Поэтому вытаскиваю всем. Копьей нет. У меня нет доука какого-то здесь интересного. Окей. Выглядит странновато. Но у меня вот пока я не знаю. Другого набора снаряжения, наверное, нет. Так, пошли смотреть, какие есть варианты. Потому что это должно быть... Я не знаю, брать всякие доедрические... Ну хотя, украл. Нашёл, да. Как бы абонитовый меч тоже из воздуха-то взять не получится. На него придётся либо заработать, либо... Либо где-то найти. Так, что у меня есть? Мне нужен какой-то второй меч. Клинок рассвета-заката. Ну, кстати. Вообще, он выглядит как что-то очень сильное для такого случая. Теперь я говорю, поскольку я просто мечами уже хоть на сколько-то способен, я бы взял просто второй. Раскапыватель могил, по-моему, двуручный. Клинок торн. Но это всё выглядит так очень радикально как-то, не знаю. Но вот клинок рассвета-заката, между прочим, интересный. Почему? Потому что у него разные эффекты. Каждые 12 часов меняются. Посохи. В доедрический зал можно зайти посмотреть. Где у меня луки все вообще? Неужели уникальных луков примерно нет? Судя по всему, уникальных луков примерно действительно нет. Это печально. Ну, это, кстати, катаны. Бич драконов. Ну, правда, такие... Драгон Бэйн 30-30. Не слишком круто для гильдии воров? Не знаю. Я не уверен, что я могу с ними делать вообще. Так. Это пастиль не выглядит. Неплохо. Ставлю пока вот это. Ну, неплохо, да? Но они, правда, какие-то гигантские на мне смотрятся. Мне кажется, с ними будет неудобно местами. Вот именно с катаной. Катана прям супер длиннющая. Так, вот бич драконов, наверное, нет. Так, давай действительно посмотрим... Восточные. Там у двеймерских-то артефактов таких нет. Ну, дейдрическое, может быть, что-то я и не находил. Но я точно уверен в чём. Там есть клинок... Рассвет и закат, хотел сказать. Забыл. Сияние рассвета там есть. Ну, сияние рассвета тоже такое. Именно с визуальной точки зрения, мне кажется. Немножко не для претендента на вступление в гильдию воров. Бич до эдры нет, это всё слишком огромное. Есть бритва Мируниса, кстати. Можно взять её. То есть, да, это кинжал, но я тогда буду... Ну, кстати, да. Подойдёт. Эбонитовый меч. И бритва Мируниса. Правда, здесь у меня реплика. А где у меня оригинал, простите? А куда я его делал? Наверное, куда-то к себе. А, подожди, куда я его делал? У меня его нет. Точно. Это же всё. Это же всё, это всё было, но где-то и где-то не здесь. Есть лук Дравина, но... Это что, единственный лук, который у меня есть вообще из всех? Серьёзно? Шок какой-то. Не знаю, как такое может быть. Ну, ладно. Да, бритва Мируниса-то как бы... А было бы неплохо. А было бы неплохо. Но нет, у меня нет оригинала. Нельзя. Тогда я знаю, куда ещё можно залезть посмотреть. Потому что как раз всякие мечи, всякие зачарованные луки точно у меня были. И я их складировал в свой сундук для хлама, потому что не знал, что с ним делать. Ну и вот, например, у меня есть оркский. Есть фаумерский. Фаумерский, кстати, как-то больше наносит. Но он качественный, правда, древненорстский. А у меня же были эбонитовые. Куда я их делал? Неужели продал? Может, они здесь? Что у меня здесь лежит вообще? Блин, для типа готовая к отдаче. Стингблэйд, кстати, есть. Просто эбонитовый меч. Ну, кстати, не, мне очень понравилась сейчас идея взять на вторую руку какой-то кинжал. Свет хограма. Какие у меня кинжалы есть? Ну, даже просто если. Вот этот, да, двемерский, интересный, с 18 урона. Мало, конечно, но... Мне просто кажется, что это... Он ядовитый будет. Ну, он все равно неприменим здесь. Что-то как-то не может найти для него место в музее. Вот, особо ничего не изменится. Кинжал в левую руку, меч в правую. Можно спокойно сражаться, как по мне. Нет? Но это не решает мою проблему с... Луком. Надо какой-то взять. А что-то никаких нет. Ну, кроме реально вот здесь просто какой-то фаумерский левый. Можно купить. Да, здесь как-то прям совсем грустно. А, подожди, так я... Секундочку. Окей, может быть, он не будет зачарован, да? Ща-ща-ща. Может быть, он не будет зачарован, но он будет хотя бы крутым. А крутые-то у меня точно есть. Я наверняка в оружейку. Я просто все в оружейку складывал. А зачарованный в какой-то момент я просто перестал подбирать. Потому что есть вероятность, что какой-нибудь... Во-первых, абонитовый, да? Абонитовый лук есть? Безупречный, причем. У меня есть абонитовый лук. Надо взять. Надо брать. Но я не могу. По какой-то непонятной причине. Ну, возьми. Почему я ничего не могу взять? Какие еще есть? Оркские, стеклянный лук есть. Я не могу отсюда их достать почему-то. Все, типа, оно, если здесь оно приклеено... Что ж такое? Нордский эпический 20. Сколько абонитов... Просто абонитовый безупречный у меня здесь лежит. Какое... Какое золото. 23 урона. Я думаю, что абонитовый безупречно вряд ли что-то перебьет. Потому что реально 23. Это... Это до хрена. С учетом того, что у меня навыков в стрельбе нет. Ну, вообще. Да, я возьму. Когда пойму, как это сделать. Мать вашу. Так, я нашел. Проблема в том, что просто хранилище, оно на самом деле здесь. Но! Это хранилище, оно какое-то странное. Потому что... Мой абонитовый лук, который там безупречный, здесь по какой-то абсолютно непонятной причине... Где он? Эльфийский. А, причем, да, здесь он даже так не отмечается. Он, короче, почему-то не безупречный, а качественный. И я не понимаю, почему. Просто качественный 18. То есть я, конечно, возьму... И это он, да? Это в любом случае должен быть он. Да, и он обновляется. Но почему он пишет не то, чем он является на самом деле? Какого черта? Хорошо, лук есть. Так, и надо его опробовать. Я, правда, немножко боюсь. Но суть в чем? Да, отстань. Суть в том, что кольцо, оно как бы позволяет мне... В луки, хоть я стреляю аж вот так вот долго... Накладывать. Зачарование, что довольно прикольно. Хорошо. Это что такое? Ладно, валяется и валяется. Ничего страшного. Так, что можно поработать и с этим. Отлично. Тогда у меня в итоге какой набор? Я, конечно, не знаю, насколько этот... Кинжал прям хорошая идея. Пойду пока так. Стрел не так у меня много. Но я с этим ничего не сделаю. Что, я похож на воришку? Мне кажется, нет. Но это все, что я смог собрать на данный момент. Особенно вот эта вот переливающаяся стальгримовская вот эта штука. Вот эта вот колчан, да? Он особенно похож на то, что я должен быть скрытен. Я надеюсь, они что-то выдадут. Хотя, не знаю, насколько часто я был в Рифтоне. Постоянно там шла речь о том, что у гильдиворов все плохо. Что они там страдают. Как-то им печально. Возможно, и нет. Ну, как минимум, мне нужно что-то из брони. Потому что вот этот набор, он просто визуальный. То есть это вообще не броня. Это просто какие-то тряпки, которые я так использую в повседневной жизни, можно сказать. Так, только мне, наверное, не нравится, что у меня колчан на спине. Вот это я бы хотел исправить. И кинжал, наверное, тоже тогда. Надо немножко поменять расположение. Потому что я со своими мечами ходил, как ходил. Там один меч, он особо не мешает. Мне в таком случае нужен... Меч, наверное, все равно будет слева. Потому что на спину у меня там и так как бы лук. Вот, и кинжал. Какой бы он ни был, пусть они будут на бедрах. С какой бы стороны. Так, и мне нужен колчан. Лук. Лук пусть как есть. Ил колчана для фростфол. Отлично. Тогда, по идее, сейчас оно должно измениться. Если оно работает сейчас как... Как должно работать? Вот, отлично. Так, колчан. Где должен быть? По какой причине у меня отказывается? Наоборот. Это левая, это правая. Это правая, это левая. Вот. Вот. Что-то типа того. Ну, может, меч я еще поменяю. Меч я, скорее всего, поменяю. Хорошо. Хорошо. Где Рифтон? Потерялся. В круге. Морфл. Данстар. Рифтон. Главное что? Что меня никто не узнает. И придется поотыгрывать. Стерву, видимо. Ну, типа, Бринелев, я думаю, догадает. Потому что мы с ним общались. Ну, мне просто главное... Главное еще крики не использовать, потому что... Потому что может привести к интересным ситуациям. Я потому что так и не понял за все время пребывания, какая тут репутация у гильдии вообще. То есть они вроде как в Рифтоне довольно большая тема. В конце концов, это воры. И, наверное, относиться к ним хорошо не должны. Не знаю, приходили ли кандидаты когда-нибудь такие упакованные. Но вот я пришел. В Рифтоне, конечно, совсем другая атмосфера по сравнению с Олитюдом. Господи, мне Ралис должен еще... А как меня теперь найдут? Каким образом должно произойти просто? Интересно. Так, где-то я должен был поговорить с Бринельфом, что ли? Латория. Дорогу вроде помню. Ну, такое. Тут просто еще часть Скайрима по погоде не самая такая солнечная. То есть здесь часто туманы, дожди бывают. Но в те моменты, когда действительно нет ничего плохого и солнце светит, очень красиво. Особенно в лесу. Мне в первую очередь интересно, что они могут мне предложить. Смотри по сторонам! Кому ты это сказал? Знаешь, кто я? Не знаешь. И хорошо. Мне интересно, что они могут предложить. Мне интересно, чему они могут научить. Как я смогу это использовать в будущем. Рад тебя видеть, друг мой. Никогда не забуду, что обязан тебе спасением от этих маньяков-талмарцев. Ты меня с кем-то перепутал, мне кажется. Этиен. Пить меньше надо в крысиной норе. И мне интересно, какие артефакты у них могут быть. С чем они могут меня свести. И как это сработает мне на руку, по сути. Да, и для музея в том числе. Стрелы зачарованные светятся ни разу не... Тут пантера живая у вас. Хорошо. Я твой кусок мяса не трогал. Ну и ну. Я просто поражен, детка. Я и не думал, что опять тебя увижу. Я даже не знаю, зачем... Вообще, были попытки. Это какой-то бардак у вас. Если тебе хочется жить во дворце, то ты, наверное, не подходишь для этой работы. Наши методы требуют тайны и скрытности. Да что-то. Меня просто интересует золото. Есть много золота, если ты в порядке. Просто продолжай работать. Я уверен, что коина продолжает влевать. Теперь, если ты в порядке болезни, как ребенок, то как бы вы обрабатываете несколько датбитов для меня? Например. Они задолжали нам серьезные деньги и решили, что могут не платить. Нужно объяснить им, какая это ошибка. А может быть, есть какая-то работа, не знаю, поделикатнее? Это работа, если ты хочешь. Как лучше это дело провернуть? Есть идеи? Честно говоря, долг тут дело десятое. Куда важнее донести до всех, что с нами нужно считаться. Одно предупреждение. Никого из них не убивай. Это недопустимо. А я получу долю. Конечно, ты получишь долю. Мы своих не забываем. Если нужны подробности о твоих объектах, я буду здесь. Шевелись. Ну, расскажи, не знаю, про Хельгу. У нее есть какое-то уязвимое место? Хельга преданная последовательница дебилы. Она дорожит статуе богини, которая стоит в ночлежке. При грозе разбить статую, и она сдастся. Какие-то полезные советы насчет Берси, может? Этот типчик, пес знает, что о себе воображает. Ключ к успеху – уродливая двемерская ваза в его лавке. Разбей ее в дребезги, и он сразу переменится. Что-то о Кераве стоит знать? Керава упряма, но она нежно любит свою семью. Поговори Сталин Джейм в пчеле и жале. И вытяни из него что-нибудь. Они хорошо знакомы, если ты меня понимаешь. Я буду здесь, когда ты закончишь. Хорошо. Так странно задавать вопросы. А я получу золото? Есть в этом для меня выгода, когда у меня буквально 15 тысяч септимов в кармане, и, я не знаю, миллион в ящике дома, но... Такова судьба. Актера. А я прям так пойду? У меня даже ничего нет, чтобы... Не знаю... Прикрыть лицо. Хотя, в принципе, кому они будут рассказывать. Тут есть выход прямо в таверну? Удобно. Конечно, не на такое задание я рассчитывал, но... Заходи, заходи. У нас теплая еда. Одна из самых любимых мною. Господи, вот сразу понятно вышел в таверну. Герой, он бесстрашный, он непобедим. Да-да-да. Так слушайте норды о славе его. Лишь кинешь ты клич, и придет давать... Он не придет, он не услышит, особенно когда ты будешь орать. А честь прежде всего. Как я их ненавижу. Чего ты хочешь? Не мог бы объяснить Кераве, что ей следует делать, а что нет. Если ты понимаешь, о чем я. Говорят, дела в вашей гильдии идут хуже некуда. При этом вы слишком зарываетесь. Я не дурак. Меньше всего я хочу с вами воевать. Тогда помоги мне убедить ее раскошелиться. Слушай, я тебе это говорю только потому, что боюсь за нее. Не думай, что я одобряю твои действия. У Керавы есть родичи на ферме в Муравинде. Если скажешь, что знаешь про них, она тебя послушает. Только не трогай никого, пожалуйста. Даже думать страшно. Ей просто нужно правильно ответить на вопрос. И передать деньги. Хочешь отдохнуть или выпить? Сперва покажи деньги. Нет, сначала ты покажи деньги. Потому что, как бы знаешь... Принлифу нужно заплатить за крышу. Нет, даже и не подумаю. Убирайся из моей таверны. Ты чего-то хочешь или нет? И где? И нигде. Ладно, ты пока подумай. К тебе зайду еще. Ты же какая хитрая. И не подумаю, говорит. Вообще в этой ситуации даже не то, чтобы я стою на их стороне. Потому что они, как бы, попросили об услуге. А за услугу надо платить. То есть... Это... Элементарно. Договор есть договор. А они, получается, их нарушают. Ну просто потому, что их не устраивает работа. Текущая гильдия. Как минимум. Ну знаешь, это... Надо было думать об этом до того, как ты... Просил о помощи. Об оплачиваемой помощи, тем более. Здрасте. Ну? Чем я могу тебе помочь сегодня? Ты можешь передать деньги для Бринельфа. Что? Что? А, ты, значит, из этих. Что? Бринельф уже не хочет сам показываться, да? И что он просил передать? Все просто. Ты не заплатишь, и будет плохо тогда. Оу. Альпай. Альпай. Вот так бы сразу. Вот так бы сразу. Ладно. Только... Действительно, помойся лучше после этого. Так, один есть. Хорошо. Один есть. К тебе я еще зайду. Третий где? Где еще Хельга? Не понимаю. А, она, наверное, там в магазине. Зачем рисковать? Так, у Хельги он сказал, нужно шантажировать ее статуей. У меня таких статуй, если я понимаю, о чем она. У меня этих статуй. Здрасте. Я тут у вас посмотрю. Штуки три в музее, наверное, у меня таких статуй. Вот серьезно. Поговорим? Пожалуйста, не забирай статую. У меня больше ничего не осталось. У меня послание от Бринельфа. Ты. У тебя моя статуя. Что ты хочешь с ней сделать? Я могу ее уронить. Или ты можешь за нее заплатить. Только не госпожу Дебеллу. Не надо. Не трогай ее. Я все понимаю. Вот. Бери свое золото. И подавись им. Какие-то эти более податливые, да? Так, ну а Керава какая-то непробивная. Причем я даже не понимаю, с чем это связано, если честно. Потому что надо как-то с ней договориться. По какой-то причине я не могу использовать Моровинт как аргумент. А просто так она не отдает. Не, я могу попробовать у нее украсть. Ну это сколько надо у нее украсть? 100 септимов? Да и как бы это тогда не будет считаться, что... Она как бы заплатила. Ты чего-то хочешь или нет? Я хочу денег. И здесь этого нет. Слушай, все это было просто недоразумение. Я зря Бриньюльфу предложила пойти утопиться. Передай ему, что я прошу прощения. Да, возьми. Здесь все до последней монетки. Клянусь. Ах, что? Мы скорее римские дети. Ладно. Нас он дар ждет светлый каждый рак. Я не знаю, что ее смотивировало так чего-то сильно испугаться. Ну ладно. Хорошо. Может, Талин же с ней поговорил. Хочешь жить долго? Зачем рисковать? Вот как-то и рискую, живу долго. Так получилось. Совпало. Везение. Или навыки. Не знаю. По-разному. Одно другому не мешает. Но вообще, я бы хотел что-то посерьезнее. Потому что ходить по рифтону и трясти деньги с торгашей, это немножко не тот уровень. Я думаю, Бриньюльф должен это понимать. Это тестовое задание было. Им нужно было понять, насколько я компетентен, во-первых. Во-вторых, насколько можно мне доверять в таких вопросах. Потому что это примитивная задача. С которой, я думаю, каждый рекрут должен справиться. Так или... О, господи, это каджит. Я думаю, что с ним не так? Так. Особенно меня напрягает эта пантера. Но вроде как она... Смотри на... Смотри на эту даму. Она не понимает, почему она стоит и смотрит на пантеру, как бы. Ведь действительно. Вот все деньги, которые они вам задолжали. Если это означает еще больше золота, я в деле. Не сомневаюсь. Пойдем. Вообще, он сказал про родовой талант. Я не задумывался об этом. Но чисто технически тот факт, что я прихожу во всякие... Ну то есть, ну да, как бы я все равно, получается, расхищаю там всякие гробницы, пещеры. Но там вещи, которые никому не принадлежат, с одной стороны. Типа, считается ли это в Ростовом? Ну что за столпотворение это? Ну, Бринельф. Знаешь, почему меня зовут Виперживчик? Посмотри, как... Это мне неинтересно. Замолчи. Каждому встречному рассказывают. Знаешь, почему я быстро убегаю от стражи? Давай я введу тебя в курс дела, а потом будешь задавать вопросы. Так. Я не задаю вопросы, я просто иду. Мерсер? Это наш новый рекорд. Только бы это не было очередной тратой ресурсов гильдии при нем. Прежде чем мы продолжим, я хочу кое-что прояснить. Если ты играешь по правилам, ты становишься богаче. Если нарушаешь правила, теряешь свою долю. Никаких споров и разговоров. Просто делай, что мы скажем, и там и скажем. Я ясно выражаюсь? Предельно. Хорошо. Тогда пора проверить твои умения в деле. Погоди-ка, ты не о златоцвете? А? Даже малышка Векс не смогла туда пробраться. Ты утверждаешь, что новый рекорд обладает должным талантом. Если так, пусть докажет. Поместье «Златоцвет» крайне важно для одного из наших крупнейших заказчиков. Однако владелец внезапно решил вести дела сам и отказаться от наших услуг. Следует преподать ему урок. Беньольф посвятит тебя... Мерсон, ты ничего не забыл? А, да. Поскольку Беньольф уверяет меня, что ты принесешь нам исключительно выгоду, мы принимаем тебя. Добро пожаловать в гильдию воров. Добро пожаловать в семью, детка. Я надеюсь, что ты нам принесешь много денег. Не разочаруй меня. Добро пожаловать в семью, детка. Я надеюсь, что ты нам принесешь много денег. Не разочаруй меня. Так как тут делать деньги-то? Просто. Делай, что говорят, и не марай клинок. Убийство денег не приносит. Поговори с Делвином Мэлори и Вэкс. Они тут в курсе всего и могут подкинуть тебе работу, если будет нужно. Да, и поговори с Танилой во фляге. Она тебе выдаст новые доспехи. А что за золотоцвет? Поместье золотоцвет это пасека. Они там разводят пчел и делают мед. Оно принадлежит одному болтливому лесному эльфу по имени Оренгот. Нужно преподать ему урок, сжечь там три улья и обчистить сейф в доме. В чем подвох? Подвох в том, чтобы не сжигать все поместье дотла. Важный клиент, о котором говорил Марсер, этого не потерпит. Ну, в целом разумно. Да. Меньше всего нам нужно злить своих клиентов. А с Оренготом что делать? Мавин хочет, чтобы Оренгот остался жив. Но если он будет тебе мешать, можешь его убить. Это все очень важно для гильдии. Не выставляй меня дураком. Не облажайся. Хорошо. Береги себя на этом острове. Наемники пленных не берут. Ой, я пленных тоже, знаешь, как-то особо... Особо не жалую. Непродуктивно это. Что у вас есть? Мастерская. О-о-о. Это буквально рецепт... Э-э-э... Брони. Теневые метки. Хочешь знать, как себя вести в незнакомых местах? Толкование теневых меток. А-а-а, это типа обозначение. Гильдия. Символы гильдии. Безопасно. Безопасно. Опасно. Побег. Под защитой. Скупщик. Воровской тайник. Добыча. Полная противоположность добычи. Топы дальше. Внутри ничего нет. Отличная страница. Возьму. Смотри в оба. Ну, кстати, относительно неплохо. Здесь что? Чьи-то комнаты. Соловьи. Факт или легенда? Записка от Мерсера. Бринельф. Ситуация в поместье. Золотоцвет вышел из-под контроля. Найди кого-то толкового. Отправь разобраться с ней. Мавин черный вереск дышит мне в затылок. И сейчас этого нельзя допустить. Если придется, пошли векс. Но проблему надо решить срочно. Возможно, и конкуренты. Бринельф, я совершенно уверен, что тут в Винхельме работает какая-то другая воровская гильдия. Как только у вас все устаканится, пришли кого-то разведать постановку. Поверь, я смогу открыть многие двери для гильдии, как только вы снова укрепитесь здесь. Сам понимаешь, верных друзей сейчас днем с огнем не сыщешь. Не разочаруй меня, твой северный друг. Что-то у них здесь происходит. Это вот такие у вас здесь проблемы. Ой, Мерсер, здравствуйте. Просто я смотрю, у Бринельфа стеклянный кинжал. А стеклянное снаряжение, оно как бы не просто, знаешь, из воздуха берется. Типа у меня всего еще нет всех элементов. А тут такое. Так, ну в итоге что? Хорошо, там Оренгот, все такое. Вот сначала поговорить с потенциальными товарищами, хотя я бы с ними долго... Ну, посмотрим. Спят они все здесь. Не самое приятное место. Зачем здесь лестницы и сюда? А, это типа... Это типа... Они так моются. В бочке, видимо. Так, а здесь у нас что? Просто кинжалы. Просто снаряжение. Но не, вот в плане оружия это я как раз укомплектован. У меня проблемы именно с броней. Пусть даст что-нибудь. Так, а это закрывать не надо? Бриньольф, да? Ха, дай подумаю. Он тебя подобрал на улице и засунул в самое пекло, даже не объяснив, где верх, где низ. И я прав? Я знаю, что делаю. Врать мне в глаза не советую. Это тебе добра не принесет. Час с словом. С другой стороны, сделаешь для меня кое-что полезное, и я к тебе со всей душой. Ну, допустим. Видишь, такой подход годится для того, кто хочет разбогатеть и еще успеть все потратить в свое удовольствие. Мы отлично сработаемся. Так что, если не боишься, у меня много разной работы, которая поможет гильдии снова встать на ноги. Встать на ноги? Посмотри вокруг. Фляга. Гильдия. Все разваливается. Лет 30 назад тут было народу, как в имперском городе. А теперь считай, что тебе повезло, если на злокрысы не наступишь. Что произошло? Слушай, народ, конечно, считает, что я просто чокнулся, но я тебе прямо скажу. Кто-то или что-то жутко злится на нас. Не знаю, что это за сила, но она выше нас с тобой. Нас прокляли. Прокляли. И что же мы можем с этим сделать? Я тебе скажу, что делать. Мы плюнем в морду этому проклятию и все тут изменим. Вернем старые, добрые времена. Вот ты-то как раз этим и займешься. У меня полно работы, которая поможет нам снова встать на ноги. Ты только спроси, и в итоге вылезем мы из этого дерьма, благоухая, как розы. Знаешь что-нибудь о поместье Золотоцвет? Береги себя. Оренгот нанял опытных убийц. Можешь спросить у бедняжки Векс. Хорошо. Нужно больше работать, иначе гильдия расти не будет. Прежде чем мы начнем, хочу тебе кое-что объяснить. Первое. Я лучший специалист по замкам в гильдии. Так что если мечтаешь меня заменить, можешь даже не надеяться. И второе. Ты делаешь точно то, что я говорю. Без вопросов, нытья и оправданий. Ты успокойся, я свое дело знаю. Вот ты мне нравишься. Я уже устала от ушлепков, которые сюда обычно заявляются. Думаю, мы с тобой неплохо поладим. Так, тебе пора испытать себя в деле. А у меня слишком мало времени, так что на посторонние темы не отвлекайся. Что за дело? Я не собираюсь тебе врать. Дела наши хуже некуда. Почему? Кто знает. Старик Делвин думает, что нас прокляли. А я думаю, что он рехнулся. Как по мне, так нам просто не везет. Ну, что-то-то мы с этим можем сделать. Можешь заняться делом и начать отвоевывать наш авторитет. Чтобы народ боялся нас, как в былые времена. И в процессе заработаешь немного деньжат. Как тебе такие условия, а? Я узнал, что у тебя были какие-то проблемы в золотоцвете. Хм, да уж. Этот лесной эльф, он оказался куда умнее, чем я думала. Ты не поверишь, но этот ушлепок набрал себе охрану. Там их человек восемь, не меньше. Он словно только и ждет, что мы к нему заявимся. Есть советы, как туда можно пробраться. Ну, на северо-западной стороне острова есть старый источный тоннель, который выходит к озеру. Я проникла туда через него. Ты, кстати, не в курсе, что это за необычный камень, а то... Не могу разобраться, что это. Вы тут вроде в этом что-то понимаете. Давно я таких не видела. Знаешь, что это такое? Камень Барензии. Он ценный? В таком виде это просто безделушка. Какой-то вор выломал этот камень из церемониальной короны Барензии, но следов уже не найти. Сколько их всего? Кажется, всего их 24. Многие люди их держат в качестве безделец или амулетов. Некоторые члены гильдии пытались их найти, но никто так и не преуспел. Ну, до сих пор. Ты точно покупать его не будешь? Слушай, я покупаю только то, что могу быстро и прибыльно сбыть. А эти камни никому не нужны, если только не будет полного набора. Вот что. Если найдешь все остальные, мы сможем договориться. А нет, так оставь этот себе на удачу. Ну, тогда если я найду все, то я уже никому не отдам. Ты должна броню мне выдать. Так это ты, новичок, да? Что ж, значит мы с тобой очень близко познакомимся. Почему это? Я тут скупщик. Захочешь продать то, что тебе не очень принадлежит, я тебе заплачу. Само собой, придется отдать небольшой процент гильдии. Я могу еще продать кое-что полезное людям нашей профессии. Недорого. Понял. Хорошо. Значит, больше не о чем говорить. Вот твои доспехи. Надеюсь, они тебе пригодятся. Отлично. А покажи, что... Что скупаешь, продаешь. У меня есть деньги, есть товары. Думаю, мы договоримся. Деньги продаешь? Интересно. Так, у нее есть эбонитовый лук. Правда, зачарованный, но не усиленный, как у меня. Эльфийские кинжалы. Интересно. Но ничего... Особенного, кроме ожерелья, некоторых книг. Ладно. Действительно, ладно. Так, ну начало интригующее. Надо переодеться. Хороший вопрос, где я буду спать все это время. В принципе, можно будет таверну нанимать, потому что... Это как-то здесь... Сколько доспехи? Подожди, 80? Это с моими навыками, что ли, отдельно? Так, и капюшон. Но мне, кстати, полный сет же не нужен, если что. Хотя, что странно, у меня класс брони должен компенсироваться, если на мне, типа, не все надето. Типа, без головы. Но в это же время... Ладно. Почему-то все равно с капюшоном будет побольше. Но это выглядит больше, да? Похоже на... На члена гильдии воров. Что-то такое я и хотел. Приблизительно. Какая-то, конечно, своеобразная у них здесь атмосфера. И потайной выход, конечно же, на кладбище. Ну, а кто додумается, да? Сюда посмотреть. Ну, кстати, вот символы, да. Как-то можно это закрыть. Как бы закрыл, и все. И как будто бы там ничего и нет. Интересное начало. Блин, давно не было вот этого ощущения. Как будто ты ничего особо не можешь. И приходится договариваться. Не приходится отыгрывать авторитетом. Так, Оренгот. Улья. Можно воспользоваться канализацией, да? То есть я вижу по карте, да, здесь есть конкретный мост. Можно вот здесь через комбинацию островов просто пройти. Немножко с другой стороны. Только это какой выход из Рифтона? Это как раз эта сторона, да? А у меня ничего не осталось. Ничего не осталось. Потому что мне теперь нужно что? Одноручное оружие в целом, я чувствую себя уверенно. Единственное может быть, если я использую еще кинжал, придется прокачать ветку с кинжалами. И дву-дву-двуручную историю. Стрельба нужна, и скрытность нужна. И то, и другое у меня в очень плачевном состоянии. Ну вот именно ради этого я сюда, собственно, и пришел. Тройная охрана. После того, как там была Векс, возможно, еще больше. Типа, если пролезть... Мне главное там не устроить Армагеддон, да? Огненный. Потому что это как раз те самые критические ситуации, о которых я говорил. Возможно, придется. Но тут задание звучит немножко более аккуратно, нежели чем ворваться и все просто повзрывать. Поэтому я, наверное, не буду ничего взрывать. Ну, как-то не хотелось бы, по крайней мере. Ну, кроме ульев. Ульев придется сжечь.